В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Ночные гуляния по всей стране. Россия! 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 Как Россия отметила выход из группы на Мундиале, увидел Салават Мухмадулян. Болеют испанцы, болеют иранцы. Э, сваря! Футбольная палитра у Лины Зинатулиной. Быстро, просто и бесплатно. Люди могут смотреть там видео разные. В казанских автобусах появился бесплатный Wi-Fi. Какова его скорость и где к нему можно подключиться? Об этом Рамиль Шайдолин. Жители республики кошмарит мошкара. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Как справляются с назойнивыми насекомыми? Альбина Минебаева. Гуляния до самого утра, бесконечные оле-олей, крики иранских болельщиков России. Так, сегодня ночью вся страна отметила победу наших футболистов над сборной Египта. В Москве не спали, в Санкт-Петербурге белые ночи стали бело-сине-красными. Гулял и Татарстан. Десятки тысяч болельщиков вышли на улицы. В Казани главными площадками празднования стали фан-фест и Баумана. Салават Мухаммадуллин эту ночь провел вместе со всеми. Так болельщики встретили гоу Артема Дзюбе. А это уже финальный свисток и начало ночных гуляний. Болельщики из Ирана, Испании и россияне устроили шоу на улицах Казани. В этот момент, похоже, ПДД можно и нарушить. Пешеходы идут не торопясь, а водители с удовольствием нажимают на клаксоны. После гуляний на фан-фесте болельщики переместились на улицу Баумана. В эту ночь в центре города точно никто не спал. А это уже Невский проспект в Санкт-Петербурге. Праздничный хаос на проезжей части, эйфория в воздухе. Не пройти, не протолкнуться на Арбате в Москве. В руках у болельщиков флаги и телефоны. На устах только одно. Разговоры в сторону, эмоции берут вверх. Вместо интервью кричалки. Так страна отметила практически уже гарантированный выход россиян в 1-8 финала на Мундиале. Впервые за 32 года. Но и это, будем надеяться, не предел. Главное, верить в победу. А как мы умеем болеть, Россия уже продемонстрировала минувшей ночью. Слава Тахмадулин, ТНВ, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Город футбольного настроения. Рустам Миниханов в своем инстаграме сегодня опубликовал ролик о том, как Казань живет футболом. С начала чемпионата столицу Татарстана уже посетило 56 тысяч болельщиков со всего мира. В ролике нашли место яркие моменты с их участием. Здесь и фестиваль болельщиков, и улицы города, и праздник открытия чемпионата. И чтоб Казань вам понравилась, и чтоб вы еще раз сюда вернулись. Футбол завоевывает сердца по всему миру. И данная FIFA тому подтверждение. Международная федерация констатирует, телеаудитория чемпионата растет с каждым днем. Интерес к турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на FIFA. В Бразилии, Швейцарии, Мексике, Германии и России зафиксированы самые высокие показатели зрительского интереса за всю историю наблюдений с 2006 года. Вот и сегодняшний матч и обещает стать одним из самых зрелищных. Казань сегодня принимает игру между сборными Испании и Ирана. В городе уже действует последняя миля. И на связь с нами выходит Салават Мухумадолин с последней информацией с казанских дорог. Салават, подскажите, как без проблем добраться до стадиона? Добрый вечер, Даяна! Как вы наверняка видите и слышите, настроение здесь праздничное. Многие болельщики идут на стадион, конечно, пешком. И пока, по ощущениям, здесь иранцев, в отличие от болельщиков красной фурии, намного больше. Но ничего, посмотрим, как будет на стадионе. Многие здесь поют песни, танцуют, повсюду слышны кричалки. Все в национальных костюмах, с национальными флагами. Вот, например, мужчина идет с иракесом зеленым. Не знаю, что это значит, наверняка что-то особенное. Окей. Вот такие эмоции непередаваемые просто. Конечно, здесь еще немало российских болельщиков. Они скандируют Россия, Иран, Испания. Все болеют просто за красивый футбол. И давайте же послушаем, с какими эмоциями и настроением все идут на матч. Испания всегда была мой фаворит. Я любил болеть за Испанию. И я болею именно за Испанию. Я люблю Казан. Спасибо большое. Будьте. 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 Будьте, Иран. Будьте. 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 И это все за два с половиной часа до матча. Что будет дальше, я себе даже не представляю. Надеемся, что такие настроения сохранятся и после матча. Тем более, что и Испания, и Иран все равно в любом случае сохранят шансы на выход в одну восьмую чемпионата мира. Так что ночные гуляния сегодня, похоже, продолжатся. Но я передаю вам слово. Спасибо, Салават. Мы продолжаем тему футбола. С самого утра Казань в цветах мирового футбола. В столицу прибывают фанаты со всего мира. Перед вторым казанским матчем чемпионата разминаться они начали еще на вокзале. За кого болеют американцы, перуанцы. И понравилось ли иностранным любителям футбола в России? Лина Зинатулина. Иран едет на футбол. Песни на фарси, флаги страны, которые, кстати, напоминают татарстанские. И настроение болеть уже с поезда. Киа Махамади в России уже бывал. Но, говорит, все стало еще лучше, чем два года назад. Это невероятно. Поверьте мне, все организовано прекрасно. Я не ожидал такого уровня. Наверное, было вложено много средств. Надеемся сегодня на победу или хотя бы ничью. Мы не хотим проиграть. Тогда придется возвращаться обратно домой. Девушки тоже в строю. Сара Захидан осуществила давнюю мечту попасть на главное футбольное событие. В России хорошо. Единственная проблема – люди не говорят по-английски. Это сложно для нас. Вы, наверное, не изучали его в школе. А в остальном все хорошо. Россия очень красивая. На утреннем поезде из Москвы нашлись и фанаты испанской сборной. Причем со всего света. Американец с испанскими корнями Дэвид Руиз Поболеть за любимую команду в Казань привез и свою девушку. Россия оказалась такой большой. Столько людей, а сейчас еще и гости со всего мира. Все дружелюбные и милые. Мы полюбили эту страну. Вы, ребята, очень гостеприимные хозяева. Франциско Кристобали решил брать от Мундиале максимум. Тем более для мексиканцев. Испанская команда родная хотя бы по языку. Мексика сегодня не играет. Но я стараюсь смотреть и матчи других команд. Правда, оказалось, Россия настолько огромная. Добраться из города в город не так просто. Иранцы пускаются в национальные танцы. Испанцы вешают национальные флаги. Один из испанских фанатов на чемпионате с женой перуанкой. Болеть приехали за обе команды, а заодно заболели местной кухней. Мы пробовали татарские пирожки с мясом и картошкой. А еще пельмени и мой любимый борщ. Вы используете много мяса. Это самое лучшее. Мы очень удивлены, что русские нам так радуются. Мы ожидали более холодных людей. В центре города яркая футбольная палитра испанцев и иранцев. А россиянам сегодня повезло. Можно выбрать, за кого поболеть. Или даже поддержать обе команды. Мне очень нравится сама страна Испании, язык, культура. Поэтому хочу поддержать их сегодня. Испания так сильная. Решили за Иран болеть. Сильную команду ценят и некоторые соперники. Испания хорошая. А Иран? Бетер Иран. Кто окажется лучшим, покажет матч. Но праздновать фанаты готовы, кажется, при любом исходе. Лина Зинатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вкусовые предпочтения иностранцев совпали с рейтингом. Казань вошла в топ-5 городов с самым лучшим стритфудом на чемпионате мира. Организацию уличного питания оценила одно из российских туристических сервисов. В рейтинге столица Татарстана заняла пятое место, уступив Питеру, Москве, Самаре и Ростову. Вкус футбола он распробовал, побывав на десятках игр. Следил за матчами еще советской сборной, но в России впервые. И уже успел попробовать борщ и треугольник. В Казань приехал известный блогер, писатель, журналист и спортивный комментатор из Эквадора. Карлос Рамон Лур. Альбина Солгараева спросила, как он оценивает российский мундиаль. Вот так, с признанием, что Карлос Рамон Лур болеет на этом чемпионате за Россию, начался разговор. Сам испанец живет в Эквадоре. Известный блогер, спортивный журналист, комментатор. Был свидетелем многих чемпионатов мира. Франции в 98-м, Кореи, Японии в 2002-м, Германии в 2006-м, а еще Африка, Бразилия. В России он впервые. Я неделю в России, пока мне все нравится. Я был на нескольких матчах, проблем никаких не возникло. Стадионы великолепные, кругом волонтеры. Все помогают, подсказывают. Карлос Лур еще и автор книг. Его анекдоты и курьезы кубков мира разобрали на цитаты. Журналист вспоминает интересные случаи. В 86-м на чемпионате мира в Мексике советская сборная сама стирала свою форму и сушила ее прямо на улице. Это было для нас удивительно. А вот еще одна история. Я помню, во время одного из матчей в Бразилии на поле выбежал котенок, потом его сделали символом победы. В России испанец неделю. Он попробовал местную кухню. Столько теста и супов давно, говорит, не ел. На его странице в Твиттере можно следить за путешествием по стране. Сегодня он идет на игру Иран-Испания, а еще планирует посетить Самару и Петербург. Обещал, что воспоминания о Казани обязательно появятся в новой книге. Альбина Слагараева, Марат Зайдулин, ТНВ Казань. В восторге от Казани известный блогер BBC Бен Тавенер. В столице Татарстана он уже успел заняться дайвингом на Голубом озере и даже сам приготовил чак-чак. Британца поразил и храм всех религий. Журналист уже побывал в четырех городах Мундиали из 11 и отметил, Казань больше остальных готова к наплыву туристов. Уже скоро выпуска столицы Татарстана появится в интернет-блоге журналиста. А говорят, что еще красивее под водой. Это было так здорово! Это храм всех религий. Всего здесь можно найти элементы 16 религий. Готово! Блогер смог бы выйти на прямую связь даже из казанского автобуса. В транспорте работает Wi-Fi. Это автобусы 1, 15, 18, 22 и других маршрутов. Ромей Шайдулин оценил удобство. Когда нет интернета, тогда поможет общественный транспорт. Теперь запостить фото, проверить почту или забронировать билет на концерт. Например, можно в автобусе. На нескольких маршрутах Казани появился бесплатный Wi-Fi. Все, что нужно для подключения к нему – смартфон или планшет. В дороге действительно, в связи, ну, бывает надо. Очень хорошо. Спасибо большое. У многих, грубо говоря, трафика не так много на телефоне. И люди могут смотреть там видео разные, проводить, так сказать, время интереснее. Сейчас мы видим, насколько быстро работает интернет. Скорость примерно как у мобильной сети. По технологии, выбранной для этих автобусов, к ней могут одновременно подключиться до 50 пассажиров. Максимальная скорость 100 мегабит. Выбрали специально маршруты, которые наиболее разветвлены по городу, для того, чтобы проверить качество сигнала. Проверим, посмотрим, соответственно, будем дальше торожить. Чтобы воспользоваться автобусным Wi-Fi, нужно отправить смс или войти через портал Госуслуг. К слову, в этой сети регистрироваться нужно только раз. В следующем автобусе устройство подключится автоматически. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Футбол – это в первую очередь общение. Это возможность собраться всем вместе. Тем более повод весомый – чемпионат мира. Сегодня перед журналистами в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу выступил митрополит казанский татарстанский Феофан. Он также подчеркнул, что Мундиаль меняет отношение к России в лучшую сторону. Владыка рассказал, что духовенству тоже не чужда игра в мяч, а в митрополии проводится кубок митрополита. Также он отметил, что высшие ценностные ориентиры двух религий очень близки. Приезжайте к нам для того, чтобы перенять опыт, как надо устраивать взаимоотношения в многоконфессиональной и многонациональной стране или отдельно взятом регионе. Одни ценности. А религиозные наши различия, они не являются стеной и преградой нашим человеческим общением. Это новости Татарстана и смотрите далее. Жители республики кошмарит мошкара. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Как справляются с назойливыми насекомыми? Альбина Минибаева. Каникулы южного режима. Я долго ждала эти поездки. Это все как-то получилось неожиданно. Больше двухсот детей из Татарстана в Казани проводили на летний отдых в Анапу. Кто эти ребята узнал? Рамин Шайдулин. Нижнекамск нефтехим выходит на новые мощности. Сегодня здесь запустили новые производства изобутилена. Стар дал президент Рустам Миниханов. Новейшая установка позволит значительно нарастить производство каучука. Сегодня же в Нижнекамске прошло годовое собрание акционеров. Ваши овации! Есть! Мы запустили! На Нижнекамск нефтехиме заработало производство изобутилена. Он используется в качестве компонента для синтетического каучука. Он же основа шинной промышленности. Мы вот только что посмотрели уровень качества работ строительных. Очень высокий уровень. И, конечно же, это большой профессионализм коллектива. Мощность установки 160 тысяч тонн в год. Открытие новых производств в преддверии собрания акционеров уже традиция. Открываем новую установку изобутилена, которая в составе завода ИМЭ позволит в целом решить вопрос увеличения производства каучуков из КАИ-3 до 330 тысяч. Новое производство – это 68 новых рабочих мест. Рустам Мениханов поблагодарил акционеров завода, группу компаний ТАИФ и строителей за участие в реализации проекта. Отличившихся отметили наградами. В год 50-летнего юбилея Нижнекамснефтехим перевыполнил план по производству товарной продукции. Более чем на 11% вырос экспорт. Общая выручка от реализации продукции – 162 миллиарда рублей. А чистая прибыль – почти 24 миллиарда. Дивиденды акционеров было решено направить на стратегические проекты. Вопрос этот был связан в два года. Пожарный год – концентрация финансовых ресурсов для Нижнекамснефтехима, для реализации проектов, чтобы создать финансовую базу, которая помогла нам решить вопросы финансирования всех четырех этапов этого проекта. В прошлый год 613 тысяч тонн этилена произведено – это рекордная цифра. И такого же объема, вот 600 тысяч тонн этилена, мы должны в ближайшее время построить. Для этого все условия есть. Одна из задач – расширение линейки продукции. Выход на те рынки, где продукция завода еще не представлена. Новая линейка линейного полиэтилена низкой плотности, который в России, в общем-то, не делался. Новые марки кабельных полиэтиленов для кабельщиков, для кабельной продукции. Сегодня утвердили годовой отчет и сформировали Совет директоров. На ближайшее десятилетие основная точка роста экономики – нефтехимия и нефтепереработка, отметил президент. Этот приоритет закреплен в стратегии 2030. Анна Городнова, Лешата Юбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Газпром «Трансгаз Казань» в 2017 году обеспечил бесперебойное газоснабжение всех потребителей. Сегодня генеральный директор компании подвел итоги минувшего года и этого полугодия. Подробности в нашем материале. Более 15 миллиардов кубометров природного газа в минувшем году бесперебоем дошли до татарстанцев. Руководство «Газпром «Трансгаз Казань» просит, чтобы потребители исправно платили по счетам. Сейчас в республике задолженность превысила 600 миллионов рублей. Вот это больной вопрос. На сегодняшний день 27 892 абонента перешли этап более трех месяцев. Но это целый город. Если по 3-4 человека, это 28 тысяч, это 120 тысяч. Не платят. Но платить же надо. В магазин же идете, никто их бесплатно не дает. И бензоколонка идем тоже бесплатно никто не дает. Также генеральный директор компании Равкат Контюков сообщил, что на фоне роста цен на бензин опасаться резкого повышения стоимости газомоторного топлива не стоит. Я думаю, если сегодня 15 рублей, ну может в течение года 16, но не больше. В минувшем году «Газпром «Трансгаз Казань» на 100% выполнил намеченный капитальный ремонт. Ни одной аварии на объектах не было. 10 миллиардов рублей задолжали татарстанцы по госпошлиным налогам и штрафам. Сегодня приставы Вахитовского и Приволжского районов Казани пошли по должникам. Однако судебным исполнителям неплательщики открывают далеко не всегда. Приходится оставлять извещение, обязывающее погасить задолженность в течение пяти дней. В обратном случае слуги Фемиды приходят снова уже для оценки и конфискации имущества. Сейчас Казань лидер по должникам. Следом идут Нижнекамской набережные Челны. Кошмарная мошкара. Республику накрыл рой насекомых. Атаку на себя ощутили жители Арского, Болтасинского, Кукомского районов. Фермеры в ветаптеках раскупили все спреи для коров. В Нижнекамской набережных Челнах жители тоже не знают, где спрятаться от назойливых мошек. Альбина Минибаева с прогнозом, когда же мошки ослабят атаку. Этот рой напоминает пчелины, но на видео атакует мошкара. Автор из Кукмарского района вспоминает, такой налет насекомых в последний раз был в 92-м году. Такая же ситуация еще как минимум в двух районах, Болтасинском и Арском. Насекомые пришли вместе с жаркой погодой. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Что приходится делать? Ну, одеваться потеплее. Обрабатываем медикаментами, прежде чем отпускать скотину в паспище. Сегодня жара чуть спала, дожди ослабили атаку насекомых. В ветеринарных аптеках товаром номер один стали специальные спреи от мошек. Фармацевты советуют закупить спецсредства, иначе мошка может прокусить бюджет фермера. Потом мастит у коровы, и приходится очень долгое лечение, и молоко нельзя будет сдавать потом уже. Убытка будет больше, чем не обрабатывать. У нас вообще ничего не осталось почти. Этот, все разобрали. Только остались, вот финистил остался, и все, но завтра у нас будет привоз. В аптеках Нижнекамска тоже ажиотаж. Противоаллергический сметают с полок. Невозможно выходить, дома сидим. Ну, когда это срочно надо, только тогда выходим. Вечером именно вот сильная мошкара. Он прям сильный, вот он даже, видите, какой бомбер появился тоже. Укус вызывает сильный зуд. Это реакция на слюну мошки. При аллергии возможны отеки и даже нагноение. Ежедневно из-за укусов к дерматологам Нижнекамска бегут до 10 пациентов. Бывают тяжелые случаи, нам приходится госпитализировать в стационар. Если есть возможность приложить лед на место укуса, можно выпить антигистаминный препарат возрастной дозировки. И если уже отек очень выраженный, есть болезненность или даже поднялась температура, то, конечно, обратиться к врачу. В Роспотребнадзоре Нижнекамска заявили, городские парки и скверы от мошек не обрабатывали. Их укус считается безобидным, поэтому спасение от насекомых – дело рук самих насекомозависимых. Они не являются переносчиками инфекционных заболеваний. Вот пройдет неделю-две, эта мошка исчезнет. По собственному опыту говорю. Запастись спреями, противоаллергическими средствами и перетерпеть – таковы главные советы специалистов. В июне завершится вегетативный период насекомых, дальше их число должно сократиться. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, Наталья Лушникова, Фахри Исламов, ТНВ, Балтасинский, Высокогорские районы, Нижнекамск. 60% выпускников российских школ имеют хронические заболевания. Такие данные озвучили сегодня в Казанском медицинском университете, где обсуждали проблемы и перспективы школьного здравоохранения. Тему предложили женщины-депутаты объединения «Мерхамед в милосердии». Ученые, врачи, родители обсудили также основные направления реализации программы «Десятилетие детства», объявленной президентом страны до 2027 года. В последние годы наметились некоторые негативные тенденции. Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Увеличение числа школьников, которые имеют одновременно несколько диагнозов. Возрастает необходимость развития системы оказания медицинской помощи непосредственно в общеобразовательном учреждении. Больше 200 татарстанских детей отправились в лагеря отдыха в Анапу. Под музыку и сотни воздушных шаров железнодорожного вокзала Казани выехал первый в этом году детский поезд. Всего за лето железнодорожники планируют перевезти больше 7 тысяч школьников. Рамиль Шайдулин о том, как сейчас уезжают на отдых. Каждому по шарику и флажку. Отравляясь на летний отдых, сотни детей внезапно попадают на праздник. Это детский поезд уезжает на юг России. Первый в этом году. Сегодня мы провожаем наших детей на юг. Большая радость. Все пассажиры дети, поэтому на перроне для них играет музыка, а провожают родители и любимые герои детства. Первый раз едем. Первый раз. Надеемся, хорошо отдохнет. 237 детей размещают в двух специальных вагонах состава. Конечная остановка, детский лагерь на море. Это все как-то получилось неожиданно. Мама сказала, ты хочешь поехать? Я сказала, да. Я очень долго этого момента ждала. Я сказала, мама, я никогда не была на море. Я сказала, ну давай съездишь в морское лагерь. Да, давай. Это было уже изготовлено с самой зимы. Очень долго копили. Дорога займет чуть более двух суток. За это время поезд должен доехать до жаркой Анапы. Впрочем, для этих вагонов жара не страшна. Они оборудованы кондиционерами. Оборудованы установкой кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. РЖД обещает, что в пути дети будут под присмотром педагогов, медиков и проводников, специально подготовленных для работы со школьниками. У нас пять дополнительных поездов будет организовано, которые будут курсировать по расписанию практически до окончания летнего сезона, даже до осени. По прогнозам за каникулы к Черноморскому побережью и обратно детские поезда перевезут свыше 7,5 тысяч детей. Утвержденные маршруты Казань-Анапа, Казань-Адлер и Казань-Новороссийск. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Мы завершаем выпуск и напоминаем, что уже через час начнется большой футбол на Казань-Арене. Главное, чтобы погода не подвела. Ее прогноз прямо сейчас, а мы с вами увидимся в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Внезапный поворот шелкового пути. Организаторы ралли изменили временные рамки проведения марафона. Изначально гонка должна была стартовать 15 июля в Сиане, а завершится спустя 12 дней в Москве. Однако организаторы марафона решили, что первый период гонки пройдет в России. А вот китайскую часть сдвинули на сентябрь. Маршрут остался практически без изменений. Стоит отметить, что Россия в него так масштабно добавлена впервые за последние два года. Экипажи проведут в нашей стране 7 дней, в то время как в прошлые годы гоночные отрезки предполагали всего 3. По обновленному плану торжественный старт шелкового пути назначен на 20 июля в Астрахани. Далее участникам предстоит пройти Калмыкию, Волгоградскую и Липецкую области. Финальным отрезком станет Подмосковье. Для участников всегда была интересна Астраханская область, Калмыкия, скоростные степи. И бездорожье, которое в Астрахани, оно является очень хорошей школой для пилотов. Это сложная трасса, песчаное бугритое покрытие, которое требует максимального внимания, концентрации. Спортсмен из Сатарстана взял золото чемпионата России по прыжкам в воду. Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первым в миксе на трехметровом трамплине. Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Пензе. В соревнованиях участвует более 120 сильнейших спортсменов со всей страны. По итогам состязания будут определены участники чемпионата Европы по летней вину спорта. Напомним, что Никита Шлейхер совсем недавно выиграл золото и на домашнем этапе Кубка мира в Казани. Здесь он также выступал в миксте. Тем временем татарстанские борцы внесли весомый вклад в победу российской сборной, приняв участие в первенстве Европы по вольной борьбе. Спортивный турнир проходил в венгерском городе Дьор. На коврах спортивного зала Олимпия и спортпарк отличились спортсмены из города Тетюши. Татьяна Кабанова и Виктория Хусаинова выиграли золотой поединок в своих весовых категориях. Наталья Хроменкова заняла седьмое место. По итогам континентального первенства российские вольники завоевали 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовых. В итоге российские спортсмены заняли первое общекомандное место. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТЛНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Квастание 23, телефон 2-167-166. Ну что же, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике понизится на пару градусов. Возможно, будут и осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики местами ожидается дождь. Температура воздуха составит до плюс 21 градуса. На северо-востоке Татарстана временами дождь и плюс 20. На севере республики ожидаются дожди. Там температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. На северо-западе всего плюс 18 и дождь. На юго-западе республики будет облачно, но без осадков. Там температура воздуха составит плюс 22 градуса. В центре Татарстана местами дожди и плюс 20. В последующие сутки в республике вновь потеплеет. Спонсор выпуска клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операций на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Рост с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани в предстоящие сутки будет облачно, без осадков, до плюс 21 градуса. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 45%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин